привет детвора привет катя сегодня у нас тренировка в экстремальных условиях почти штормовое предупреждение было шторм пока не начался но что нам снег что нам зной что нам дождик проливной когда мои друзья со мной сейчас пойдем поработаем а после тренировки что у нас ребята шашлычок начинаем разминку давайте 8 упражнений погнали стали пошире 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 колени сани не стесняйся становиться пошире вот димон пропустил немножко ничего скоро наверстает хорошо хорошо дима давай энергичный нажимай на весло нажимай да и верхней рукой поворачиваю вверх о матвей я только начал тебя снимать и сразу стал на сел а ну вставай а так это у нас следующий этап обучение матвей уже понял как рулится когда станет на одно колено ему уже будет гораздо проще двигать лодку по курсу а вот ладик самая выдающаяся личность среди новых новичков день в день ни одного пропуска результат налицо полтора месяца самого начала ты уже двигает лодочку хорошо молодец давай давай отлично верхней рукой нажимай туловище выравнивай вот так голову подними молодец вот наверху отдыхаешь нажал и отдыхаешь наверху выравнивай спину грудь поднимай сверху вправо руку вода а 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 Ну что, может даже такое случиться Но по промашечку не делай Не выбрасывай руку через голову Слышишь, через голову руку не выбрасывай У тебя из этого промашка в очередной раз Вот Ваня демонстрирует нам технику Гребли Ваня, тебя снимает камера Вот так утарь за ударом Как молот по наковальне, по металлу Буются чемпионы Молодец, молодец Поворачивай туловище Раз, два, раз, два Раз, два, отлично Приготовились Итак, на старте Николай И Георгий Победоносный Приготовились Тренировка подошла к концу Выходим, ребятки Выходим У нас впереди шашлычок Все там, кадаистик Не получается У нас все получится Правильно Пришло время шашлыка Сейчас поставим мангальчик Так, у нас дровишки уже Разгорелись Сейчас мы наложим Дровишки у нас большого калибра Это сделано специально А зачем? Сейчас объясню Большой жар Это, конечно, здорово Ну-ка, дай мне вон там еще палочка тоненькая Тоненькая палочка, пожалуйста Молодец А теперь из тех четырех бревен Возьми тоненькое Хорошо Неси А теперь возьми второе тоненькое Ну, быстрее давай Это мы тоже добавим В общем, вот таких вот бревен я накидал Спрашивайте, зачем? Ну, оно же будет долго гореть А это сделано для того, чтобы Вот эти господа, Ваня, покажи Сейчас были заняты Общественно полезным трудом У нас на базе накопилось много работы Сейчас начнем Субтитры сделал DimaTorzok Так, проверим наш костер Потому что почти догорело уже, да? Починят Пока мы тут порядочек наводили Кстати говоря, у нас Сломалось колесо на тележке Для моторной лодки Будет в следующий раз всем занят Новое китайское колесо Триста гривен Триста гривен Загрузка 50 килограмм А теперь интересненький процесс Будем надевать мяско Для шампура У нас тут такая постоянная беседочка Опа Так, хорошо Кто подселит сюда что-нибудь Сюда шашлык ложить Бегом Салфановый пакет Бегом, бегом, бегом Любой пакет лежит вон там Иди сюда Где? Вот стоит пакет Вон там у вас пакет И выложите из пакетов все, что там есть А пакет дай сюда Быстрее Влади, какой тебе анекдот рассказать? Желательно смешной Ну у меня только взрослый Поэтому давай рассказывай ты Ха-ха А, я не знаю анекдот их Ну анекдот про Жорика может какой-то есть Их нету О, Матвей, молодец Сложи в два раза его сюда И мы на него будем ложить мясо Молодец Только воздух надо было в другую сторону вогнять Все, положи, дружок А то мы это не закончим никуда Матвей, он даже со льдом еще А что вы будете кушать уже? Кстати, ребята, никто не вытер скамеечку здесь? Дим Ух ты, аж даже парит Он со льдом еще Это хорошо Ну как сказать Я же не знал, что у нас со льдом Дойче вариться будет Вариться? Да, сейчас она вариться так будет Вариться Я шутку сказал Вариться Вот и шутка про Жорика А, наконец-то, вот шутка, Владик А мы думали, как-то пошутить Жора, а ну иди ты попробуй Иди сюда Что? Да Руки только помоли Руки помоли Сейчас ты будешь это делать Вот так вот берешь, смотри И втыкаешь себе в руку Понял? Заметил? Будет очень больно, на Встань, что ты уселся? Прям в руку Молодец Что, ты говоришь? Сейчас точно себе в руку Подожди Ты когда его надеваешь Думай, что с ним потом произойдет Понял? Руки начнет Ну что, он вот так вот будет висеть Колбаса Его вот так продольно нужно надеть Говори громче, я тебя не слышу Сейчас вот так вот этот звук Вот так, да? Продольно сделать Ну и что? Да нормально, сейчас я тебе просто Как повару помогаю Нормай вот так, да О, неплохо, да Неплохо В руку, да В руку резче Как с другой стороны вылезло Все, хорош, хорош Все, нормально, да Отдыхай Кто следующий? Леша Так, а теперь давай, Матвей, пробуй ты Запомни, да Берешь правой рукой шампур И одеваешь левую руку на него Вместе с мясом Ой, смотрите, живое еще Не мукай, не хлюкай Ты старайся так, чтобы не разбрызгивать все это дело Хорошо Думаем, думаем головой А вдвоем хотим? Да Давай Раз Два Не жадничай, чуть-чуть И руку можешь тоже наколоть Посмотрите, видите, как он наколол? Сейчас он с одной стороны будет Висеть вот так Вот ляп горит О, видишь, так равномерно Кто хочет облезать мою руку? Очень вкусно пока Маринованная рука Энергичный, дружок, энергичный Опа, а что там болтается? Тоже, да Вообще, такие кусочки лучше оставлять с краешка Потому что они сразу сгорят Смотри, опять ты оделаешь А тут болтаться не будет Возьми продольный Возьми Так, следующий кто у нас? Сумки помыл Дима? Я не мыл руки Дима? Нет Ты помыл руки? Нет Давай, типа Давай сейчас, Люка, Лейсу Подожди, где он наконец-то находит? На столе На верстаке А ну-ка, Владик, притормози Так, Матвей уже сделал А теперь человек, похожий на Матвея Матвей? Это Илья Давай, дружок Бум Здесь же солнышко не светит Так у нас-то классненький, да? Виноградик сверху Да Хорошо Живее, ребята, живее Потому что костер у нас второй раз не получится Просто дров больше нет Вы не стесняйтесь, вы крепко держите м'ясо Видишь, неровно Держи крепче, чем слабее вы его держите, тем хуже получается Жора, приготовь, пожалуйста, тряпочку вытереть с толп Там куча тряпок у нас было Возьми в руку плотную Взял крепко и засунулся В палец прямо О, видишь, нормально Тебе кепки не мешают? Нет Годица? Жора, на куда? Только не мыши так сильно Сядь там с краешки Все Как ты считаешь, полотенце чего-то пригодится нам в толпе Там была тряпка Владику я давал Где она? А где? Влад, где тут тряпки? Водки А лодка где? В контейнере Контейнер закрыт? Да Красота Дора, пожалуйста, быстрее Так, ну что, давай еще немножечко Честно говоря, у нас тут шампуров не хватило Один мальчик сказал, что у него очень много шампуров Владик Но тут у других мальчиков оказалось очень много мяса Один мальчик в следующий раз Я вообще не сторонник кушать плоть живых существ Жалко мне Ну, свинину как-то в меньшей степени жалко Вот говядину жалко Не знаю почему Смотришь на эти коровьи глаза И так их жалко Пошли А свинку? Да там какие-то свинячие смешные Не жалко Не знаю почему Куда домой? Сейчас так съедим Сырыми Пошли на костер Пошли, Ваня О, какие у нас уголечки Да, ну посмотри сюда Ладно То, что надо Песенка, можно сказать Кто хочет покрутить шампура? Владик Владик Дима Дима Да, давайте Диму Дима покрути шампура Давай покрутить Давай покрутить Хорошо, так уже было И так тоже уже было Может чуть-чуть боком поставить Да, вот так Видишь? Это приподнять и боком поставить Так, кстати говоря Вот у нас шампура закончились А мы с Ванечкой как-то раз сюда пришли И не знали Что сюда поставили Сосиски с собой принесли Думаю, как же их пожарить-то? А у нас были Парочку Электродов Пару электродов взяли Вотнули в деревяшечку Одели на нее сосисочку И поворачиваем Понятно, да? И получается, что Сосиску можно крутить Она не проворачивается Сейчас мы это проверим Сейчас я обожгу, чтобы было чистенько На Так, давай Так, мы их обожгли, почистили Теперь они чистенькие Сейчас возьмем сюда Накинем еще пару кусочков Вот так вот А вы их обжарили? Кого? Да Ну, если бы ты был внимательный, ты бы услышал Что я сделал? Обжег Они, конечно, были удобные, но острые И почистил И дезинфицировали Провели дезинфекцию Дезинфекцию А, вот видите, у нас есть специалист-филолог Он точно знает, как все говорит Он самый умный Жоран, ну зачем в кадр? Видели только, что рог в кадр попал? Да Это его Вот я в кадр попал Не ты, а твой рог Ты не попал в кадр Что там у нас еще есть? Вот замечательно Вот куда их не пяли Сейчас мы это все делаем Ну, подожди, у нас же еще нет Два килограмма Хороший Отмакивает Спасибо Спасибо Ну, что, как-то зря Держи Крепко держи Что это у тебя? Это у тебя измельченный слад Помидоры О, вот и два брата Помидоры, огурцы, габрики Положим наш процесс Товарищ филолог Я правильно произнес слово процесс? Ну, не, процед Ладно, процесс еще, да Процесс, ссы Сысы сказал Процесс, ссы Филолог сказал процесс, ссы Процесс Сысы Процесс Писывается процесс, ссы Говорится процесс Еще один Ну, сейчас с ним разберемся тоже Не надо Муси-пусечка остался Маленьким Вот этот тык Это можно Съесть, да Да, ты можешь выпить А то, да Кстати, Рехли Анидович А где Деде Петя? Деде Петя, у него каникулы Вот с Васей Ты соскучился за ним? Нет, просто нет пробиков Жора, расскажи нам что-нибудь Филолог Давай Филолог Филолог Как профессия? Да, конечно, конечно Анекдот про Жору Колобок повесился О, Жора, молодец Ты не забываешь, что это будет смотреть весь мир Ты тоже выглядишь солидным Давай что-нибудь такое произнеси Солидон Колобок повесился Молодец А теперь что-нибудь солидное Русалка села на наш путь Вот ты вытирал своеобразное лицо этой птичей Снимай 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 Это знаешь О, смотри, где человек стоит Как в мультиках Кадр показывает Такой Уп Он сейчас снимает Владик, ты снимаешь? Да Владик, посмотри Ну-ка, Владик, подойди посмотри Что-то получается у нас? Как ты считаешь? Выглядит ничего? Аппетитно выглядит А Жора как выглядит? Тоже аппетитно? Это трудный вопрос Вопрос не трудный Если я выгляжу аппетитно? И так легко было его задать Ты себе не представляешь Вот ответить на него сложно Аппетитно выглядит, Влад Ну, ты о чем-то? Потому что с аппетитом Мы смотрим, да Аппетитно выглядит Помните Помните Да нет, Жора Аппетитно выглядит Твой мозг Твой мозг? Это смешная шутка Как живой Полезно? 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 Все Нажимаем Частык уже готов Жора Да Все, сейчас начнем Мы же не будем сейчас Каждого по шампуру У нас получится не по-честному Мы сейчас все в одну кастрюлю И тот, кому надо больше Тот быстрее всех будет есть Правильно? Варим Типа соливную ваню Соливай Да Держи Ну, Жора, ты давай пока не говори ничего Потому что я потом не смогу это все вырезать постоянно Филолог Помолчи С этим делом мы закончили Илюша, давай, наверное, булочки на шампурик одевай Пойдешь Зажаренные хочешь, да? Да Ну, давай Что-то у нас будет сэндвич Нет, Жора У нас сэндвича не будет У нас будут зажаренные булочки Да Понял Что ж такого? Все, хорош Не... Да Нет Тяжело Желе за жалко, что ли? Нет Все, чеши Ладик, тащи две палочки Сюда маленьк Пожаренные булочки А мы пока, покушаем Мясо Ха, ха, хаха Вы же сэнли Ням-ням-ням Вау! Мьясо! Мьясо! Ух ты, палочки! Слушай, у нас тоже получилось, да, по-моему? Да. Палочки пригодились! Мы хотели их выкинуть, а потом я подумал, а вдруг пригодятся? Конечно. Вот такой у нас стол. Здорово! Можно продолжать жарить! Это мини-подогрев. Мини-подогрев, молодец. Это тебе беспроводная горелка. Хочешь этот на? Да. Это тебе. Спасибо. Ну что, начинаем? Внимание, марш! Ой, Илюша подоспел. Кое-что еще осталось, и булочки он нам забацал вкуснячие. Илюша вообще молодчага! А ну моргни нам левым глазом. Молодец, спасибо. А это жора, жора! Это филовок! Делай прокладку между мясом в кишечнике. Вставляй туда картошку. А то у нас получается, что мясо заканчивается, а картошка есть. Потому что жора быстро работает. Резкий, неподолстецкий. Ты очень резкий, очень. У тебя дуля получилась левой рукой. Не, как будет резкий. И Джики-чан. Вон Джики-чан сидит. Владик. Как мы комфортненько здесь, да? Все, смотрите, так. На улице жора, а у нас тенек. Шикарно. Бог создал двух человек. А потом они создавали больше и больше человек, и так стало очень много людей. Хорошая мысль. Жора, твои мысли по этому поводу? Давайте так. Образовалась земля. Там начались какие-то химические реакции, да? А потом появились первые животные. Динозавры появились, да? Это самые первые животные, да? Да. А как они появились? Самые первые животные... Первые животные вылупились, да? Это эволюция называется. Деоля эволюции. Какая революция? Еще одна? Да. Теоля эволюции. Извини, перепутал. Регресс. Революция. Да. А какие варианты, Владик? Ну, с того момента, когда он существует. Я придерживаюсь теории матрицы. Матрица. Ну, то есть это то понимание, как мы обычно привыкли выйдить. А как мы обычно привыкли выйдить? Мы видим то, что Владик, это всего лишь компьютерная симуляция, в которой живут NPC, так называемые. Это жорики там, да? Да. Это жорики, это собачки и все твари. Но я считаю, что еще есть, ну как бы, сверхсущества. Существа, то есть... К примеру, возможно, собака считает нас Богом, да? То есть для нее мы являемся сверхсуществом. А то, что мы не можем объяснить некоторые катаклизмы, то мы опираемся на сверхсущества. А над этим есть сверхсущества меньше? У вас сверхсущества? Ну вот Владик, он не сверхсущество. Не, ну Жорик, он имеет в виду, что... Смотри, вот растет дерево. Да. Оно же тоже обладает каким-то интеллектом? Да, да. Каким-то есть много такой. Уход информации, правильно? Да. Но наш уровень интеллекта... Нам так кажется, по крайней мере, да? Нам же так кажется, что мы умнее дерева. Естественно. Вот ты, человек, который дергает руками. Да, мух. Вот видишь, ты мух гоняешь. Вот дерево не умеет гонять мух. А вот сверхсущество... Сверхинтеллект. Он умеет отгонять мух. Дети еще много мяса. Кушайте. Глюша, а ты какой теории придерживаешься? Олег Леонидович, а вы какой теории? Не заквали. Какой теории? Да. Теории, что всякая тварь имеет право на существование. Это главное в моей теории. И ни одна тварь не имеет права уничтожать другую тварь. А как же им тогда выживать? Нужно же как-то питаться? Ну вот только единственное отступление от этого могут быть естественные потребности для выживания. Естественно. Вот если у Жорика дома холодильник полный, или у меня, или у тебя дома, или стоит холодильник, а в нем 10 кг мяса и сала. А ты скажи мне, тебе столько надо? Нет. Нет. Тебе достаточно в день 100 грамм мяса, грубо говоря, булка хлеба, вот такая, которая у нас тут лежит, и сладкой воды какой-то литр, и просто чистой воды литра полтора-два на день. Это у тебя хватит, чтобы нормально существовать? Да. Одну булку тесто, пожалуйста. Одну булку тесто, пожалуйста. Мальчик, помолчи чуть-чуть. Филолог. Остановись. Бук тесто. А у нас почему-то везде лежит всего тонны, и мы страдаем от того, что жиреем. Правильно? Да. Это нам наказание за то, что мы плохо питаемся, правильно? Это что, хорошо мы питаемся, если нам от этого вред? Нет. Вот мы сидим, у нас на столе еды всякой, море. Есть полезные. И вот скажи мне, мы хорошо питаемся или плохо? Ну огурчики, да. Огурчики это хорошо. А салат, помидорище с... Понятно. Сколько тебе, я спрашиваю, надо салата? Салата? Ну один салат достаточно. А если у нас их лежит 4? Да что? Значит, мы уже плохо питаемся. Это уже во вред. Это мы перегружаем свой организм. Вот так вот за мудрыми беседами. Ой, эти люди поменялись уже местами. Когда это так случилось? Жора поближе к мясу небось пересел. Точно, все мясо слопал. Ну что, мальчики, пора перейти к десерту. А на десерт у нас что, Жора? Блинчики. Показывай. Вот у нас блинчики. Так. Варенье. Ты мама приготовила? Да. А то, что варенье? Да. Тоже мама приготовила? И еще тестики Дима с собой принес. Только мы уже все съели. А, шоколадный хлебушек, да, Дима принес? Да. То, что надо. Под шашлычок пошло. Гене мясевое. Это не имбирь, кусок мясом дает. Хорошо, сейчас ты свои слюни опять будешь макать в эту баночку? Да. Ну чем дальше будем работать? Вот там. Ничего. Нет. Ну как ты будешь вымакивать сейчас оттуда вот? Я знал, вот так пальцем. Ты не понял, из банки как будешь выковыривать еще это дело? Никак. Ты сейчас хорошо выглядишь? Ну, так и не буду. Сейчас тоже хорошо выглядишь. О, вот так хорошо выглядишь. Ты в процессе? Да, да. Молодец. У тебя классно? Речь, речь и движение. Матвей, ты работаешь на камеру сейчас. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Давай, киндер. Вкусно. Вкусно. Это я люблю. Ваня, как там киндер серплис? Жора, просто снимайте в этой рекламе. Ой, прошел день. у кого-то уже даже звуки какие-то интересные. Жора, как мы сегодня? Нормально поработали? Да. Что делал ты сегодня? Я сегодня помогал, тренировался хорошо, поел, нажрался. Красавчик, это ты умеешь. О, вон у дядьки живот вырос, а ну-ка покажи. Вырос живот, хорошо отдохнули, шашлычок съели, десертик пошел, Илюша помог лодку занести свою, вытереть, да? Нормально. Молодцы ребята, сегодня поработали все хорошо. Наконец-то случился порядок на нашей базе, а то уже давно пора было подмести, да? Хорошо поели? Да. О, Ваня красавчик, хорошо поел. Да, да, да. Так, ну что ребятки, кто хочет приходите к нам заниматься, тоже будете кушать. Да, Жора? Да. Еще такая ссылка в описании. Да. Все. Всем привет. Всем привет. Пока. Чао. О, вот это красавчик, мне тебя запомнили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова